Развитие вида спорта тайский бокс идет семимильными шагами. В прошлом году Олимпийский комитет международный признал наш вид спорта олимпийским видом спорта. Надеюсь, в ближайшем будущем тайский бокс станет олимпийским видом. В этом году пройдет первая универсиада, чемпионат мира среди студентов в Бангкоке, где также будут выступать спортсмены сборной России. И хочу отметить успехи сборной России на международных соревнованиях. В этом году уже прошел чемпионат Европы, чемпионат мира, где сборная России выиграла первые командные места. Впереди международных стартов, это, как я уже говорил, чемпионат мира среди студентов и первенства мира среди молодежи и юниоров, и старших юношей, юношей, ну и девушек, соответственно. Теперь можно перейти к успехам и достижениям полицкого тайского бокса. Значит, ну, наша школа существует уже с 98-го года, мы пропагандируем тайский бокс. В 99-м году провели впервые в нашем городе мы первенство и чемпионат Средловской области. В этом году также его проводили в апреле месяце, где наши ребята допились неплохих результатов и отобрались в сборную Средловской области. Ну, а самым главным достижением стало то, что тайский бокс был включен в спартакиаду школьников России. Финал проходил в ноябре месяце в Сочи, это 2017 год, ну, этот сезон, 17-18 года, куда в финал отобрался воспитанная Дюшапа ГО Никонов Михаил, где он провел три поединка. В финале, правда, выступил, но занял второе место, считаю, это тоже неплохое достижение. На этом турнире он выполнил на мотив кандидата мастера спорта. Спартакиад школьников проводится два раза в год, два раза, раз в два года, соответственно, по котировке считается высшее чемпионатство России. Также выступали наши спортсмены на зональных соревнованиях, где тоже выиграли первые места. Это тоже Никонов Михаил, Ясный Николай, который вернулся недавно из армии, и набрал форму, и выступал на соревнованиях. И Пименов Максим, хочется также отметить, что Пименов Максим и Никонов Михаил награждены премией Печильского совета, которая проходит по итогам сезона школьного. Сейчас у нас межсезонье, дети у меня пока распущены до конца июля. 25 июля начинаются тренировки, подготовка к сборам. 7 августа мы заезжаем в «Лесную сказку», где традиционно пройдутся сборы для полистских спортсменов, где помимо нашего вида спорта будут также лыжники, легкие атлеты, волейболисты принимать участие. Это у нас подготовительный этап к следующему сезону. Ну а ближайшие планы – это в сентябре месяце – это все российские юношеские игры в Анапе под патронажем РСБИ, Российского союза боевых искусств, традиционно, которые проводятся в Анапе. И также в конце сентября или начале октября планирую провести турнир в полистском открытии сезона.